В прямом эфире новости вас приветствую, я Екатерина Булучевская и коротко о главном. Опять метель, регион накроет буря, когда погода начнет ухудшаться. Обескуражены поражением или жажду треванша, автомобилист сегодня вновь сразится с авангардом. В так называемом серийном противостоянии в плей-офф очень важно выиграть второй матч серии. Традиционный прогноз на игру у хоккейного эксперта 12 канала Андрея Блохина. Неопровержимые доказательства о мичкам, которые истязали полуторагодовалого малыша Ваули Кейнбай, предъявлено окончательное обвинение. Ангара учится летать, пока на земле. Омскую сверхтяжелую ракету отправили на очередные испытания в столицу. И купажисты-объездчики-постижоры. Расскажем о самых необычных в Омской области вакансиях. Бывают такие случаи, когда кардинально меняют сферы деятельности граждане. И подскажем, какие специальности пользуются самым большим спросом у работодателей. Воскресенье в регионе пойдет дождь. Минусовые температуры. Из-за чего магистрали покроются льдом. Так что автомобилистам и пешеходам стоит быть предельно внимательными на дорогах. Дорожные службы тем временем продолжают вывозить снег с городских улиц. И, судя по всему, работать на максимуме коммунальщикам предстоит еще долго. Сегодня у дорожников, пожалуй, самый внушительный список магистралей, на которых предстоит провести обработку противогололедными материалами, прометание и вывести снег. Отмечу, что на дороге города вывели не только муниципальную технику, но и арендованные машины. Это позволяет оперативнее ликвидировать последствия снегопада. Авто жаждет реванша. Новая встреча 1-8 Кубка Гагарина между авангардом и автомобилистом уже сегодня. Матч открытия плей-офф оказался успешным для мячей. Они в сухую обыграли уральцев со счетом 3-0. Заброшенными шайбами отличились Сергей Толчинский, Оливер Каский и Кирилл Семенов. А как события будут складываться сегодня, спрогнозировал наш хоккейный эксперт Андрей Блохин. В так называемом серийном противостоянии в плей-офф очень важно выиграть второй матч серии. Первый победный, это понятно, это здорово, но дальше начинается все самое сложное и интересное. Вот приведу наглядный пример. В прошлом сезоне авангард великолепно сыграл первый матч серии против Салавата Вилаева. Затем уступил во втором и вот с этого момента все покатилось под горку. Нужно закрепить свой успех, нужно выиграть обязательно автомобилиста, повеститься счетом 2-0. Но сделать это будет очень сложно, поскольку сейчас я уже абсолютно точно уверен. Автомобилист хотел выйти на авангард, автомобилист разобрал игру авангарда. И поэтому, несмотря на победный счет с первого матча 3-0, нам было очень тяжело. По крайней мере, две трети этой игры. Нужно брать быка за рога, нужно забивать шайбу, нужно выигрывать. Я прогнозирую, что будет все-таки победа, но она будет трудная, сложная с разницей в одну шайбу. Заведется ли авто на вторую игру, покажем на 12-м канале. Трансляция будет доступна и на нашем сайте, во вкладке «Прямой эфир», а также в мобильном приложении. Итак, сегодня 12-й канал, 22.15 по омскому времени. Не пропустите. Пытались убедить полицию в том, что ребенок пострадал во время игр. Расследование громкого уголовного дела Евгении Кобельской и Гульмир Букеновой близится к завершению. Истязательницам уже предъявлено окончательное обвинение. Вопиющий случай, напомню, произошел в ауле Кейнбай Таврического района в августе 2020-го. 20-летняя девушка и ее многодетная подруга издевались над полуторагодовалым малышом. Его связывали и избивали. Однако силовиков хотели уверить в том, что ребенок получил ушибы во время игр. Результаты экспертиз опровергли эту версию. Специфика травм говорит о насилии. Побои сказались и на психике мальчика. Он отстает в развитии. Между тем, его мать отказалась от первоначальных показаний. Она заявила, что тогда раскаялась из-за жесткого давления общества. И сейчас свою вину не признает. Какое наказание понесут истязательницы, в скором времени решит суд. Подробности этого и других резонансных дел уже завтра. В программе основана на реальных событиях Омск. В 20 часов сразу после итогового выпуска новостей. Эшелон с Омской Ангарой практически готов к отправке. Ракету ждут очередные летные испытания. Об этом сообщил в социальных сетях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Речь о носителе тяжелого класса, сборка которого ведется на Омском заводе «Полет». Именно здесь будет сосредоточен полный цикл производства уникального ракетно-космического комплекса. Пока мощности предприятия позволяют создавать по два носителя в год. Однако уже к 2023-му с конвейера будут сходить как минимум шесть таких установок. Ну а успешный запуск Ангары с космодрома Плесецк в декабре 2020-го показал. Разработка наших конструкторов способна доставлять в космос спутники связи, навигации и разведки. А в будущем сыграет ключевую роль в реализации лунной программы. В Омске вторые сутки не могут найти 15-летнюю школьницу Елизавету Шульпину. Во вторник днем девочка ушла на учебу в районе Октябрьского моста, но в школе так и не появилась. Не вернулась она и домой. Сейчас подростка разыскивают полицейские. Сообщаются приметы. Девочка худощавого телосложения с темно-русыми волосами. Была одета в черный полушубок с капюшоном и черную шапку с помпоном, серые брюки и темные ботинки. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 102-112 или 02. На пути в Тюкалинск большой патриотический маршбросок омских десантников продолжается. На лыжах военные преодолели уже около 300 километров. Но пройти по снегу предстоит еще немало. Сейчас команда из 60 бойцов находится в Называевске. Уже побывали в Крутинке. Там участники акции провели урок патриотического воспитания и возложили цветы в память о подвигах фронтовиков. Следующая точка – Тюкалинск. Ну а завершится маршбросок в Калачинске. Что символично. Именно здесь в 1942-м была сформирована 30-я отдельная лыжная стрелковая бригада. Акция как раз посвящена 79-й годовщине ее создания. Электромеханик, инженер по охране труда, бухгалтер и дворник. В этом году – самые востребованные в Омске профессии. Попал в этот список и купажист по чаю. Задача специалиста – создавать новые вкусы и оттенки популярного напитка. А вот самой высокооплачиваемой профессией признали должность начальника драги. За добычу и очистку золота компании платят таким сотрудникам 215 тысяч рублей в месяц. Кстати, эксперты драгоценного дела – редкие птицы на рынке труда. Вакансий для них немного. О каких еще специалистов днем с огнем не сыщешь в Омске и какие навыки принесут внушительный доход. О редких профессиях расскажет Дарья Шадрина. Изменить черты лица, форму головы, возраст или даже пол – для Ирины Ковалевой это не составит труда. Работает мастер не в операционной, а в театральной гримерке. И с легкостью помогает актерам перевоплотиться даже в зверские образы. Главная задача постежера – передать характер персонажа и понять его роль. В этом, говорит специалист, основное отличие от профессии визажиста. Чтобы в полной мере овладеть редким ремеслом, Ирине пришлось едва ли не заново учиться. После колледжа тонкости постигала на практике, учитывала и современные тенденции. Так при создании длинных носов на смену поролону пришли латексные накладки. А в усах, бородах и париках приходится тщательно вязать каждую петельку. Девушка признается, за шесть лет работы театр стал вторым домом. Всецело погружаешься в театр. Честно сказать, мало отдаешь себя семье, друзьям. Театр – это семья. Все здесь происходит. У меня и ребенок здесь растет. Но эти специалисты всегда на коне. Объездчик лошадей – еще одна редкая профессия. Ее представители следят за здоровьем животных, выгуливают их и готовят к соревнованиям. Еще знают, что мечтам девушек, а принца на белом скакуне, сбыться не суждено. Герои шутят, может и найдется, а вот лошадей чистого белого окраса в природе не существует. Илья Слободин в профессии уже 10 лет. В детстве вспоминает, сравнивал животных с динозаврами. Лошадей практически не встречал, поэтому и думал, что вымерли. Сейчас в конюшне у парня 13 бойцов. Каждого он обучает и готовит для верховой езды. У каждого лошади действительно свой характер и подход. Каждый лошадь пытаешься найти его по-разному. Кому-то через какое-то бильное внимание. Кто-то просто начинает со временем тебе доверять. Кто-то изначально, наоборот, проявляет к тебе интересы по этому с ним. Но вообще найти общий контакт с лошадью – это дорогого стоит. Когда его находишь, то все совсем становится так же, совсем по-другому. Практически все знает о лошадях и обельшат Рахимов. Родился в деревне, по воде в руках начал держать, еще будучи мальчишкой. А когда 42 года назад пришел на ипподром, понял – в трудовой книжке запись будет только одна. Сейчас мужчина с удовольствием делится опытом с молодыми наездниками. И всегда принимает участие в скачках. Стараемся где-нибудь, даже если большие призы, лошадь, достойность, остаться желательно в тройке. Желательно, мечтать. Никакой наездник не мечтает, что я сегодня выиграю. Работать с лошадьми можно не только на ипподроме. Специалисты востребованы в цирке, конной полиции и ипотерапии. Верховая езда корректирует параличи и психику. Частично лечат ранний аутизм и синдром Дауна. Спрос на таких профессионалов всегда был невелик. А в течение прошлого года подобные вакансии и вовсе практически исчезли. Сейчас же, говорят, в центре занятости необычные специальности снова набирают популярность. В запросах работодателей значится оператор стеклодувных машин, мануальный терапевт, артист-кукловод и балетмейстер-постановщик. Впрочем, даже если предложений нет, выход для обладателей редких талантов всегда найдется. Если человек ищет работу, а вакансии в соответствии с профессией, специальностью, которая есть, нет в банке вакансий, и служба занятости предлагает такую возможность, как переобучение. У нас бывают такие случаи, когда кардинально меняют сферы деятельности граждане. То есть были танцорами балета, а стали специалистами в сфере закупок. К слову, такие специалисты без работы не останутся. Профессия вошла в топ-10 самых востребованных направлений в России. Но вообще в рейтинге самых популярных должностей уже несколько лет сохраняют свои позиции кучу горы котельных и трактористы-машинисты сельхозпроизводства. В период пандемии резко увеличился спрос и на бетонщиков, каменщиков, сварщиков, штукатуров и маляров. Выросла потребность в медицинских сестрах и учителях. Ну а снежные бури вскружили голову дворника. С начала года для таких специалистов разместили сразу 176 предложений. Вырос на них спрос и в целом по стране. Тем, кто ловко работает лопатой и метлой, компании готовы были платить 65 тысяч рублей ежемесячно. Дарья Шадрина, Анастасия Вишова, 12 канал. Амичи в этом месяце получат пенсию раньше. Об изменениях в графике доставки сообщает Омское отделение пенсионного фонда. Дата получения выплаты переносится из-за празднования Международного женского дня. В этом году он выпадает на понедельник, так что пенсию принесут на 2-3 дня раньше. К тем, кто получает ее обычно 8 числа, почтальоны придут 5-6 марта. При этом для мячей, которым переводят деньги на банковскую карту, ничего не изменится. Им начислят положенную сумму в обычные сроки. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. В честь десятилетия клиники «Эксперт» дарим скидки до 50% на комплексные МРТ-исследования. Звоните 790414. АОЦКБА приглашает на работу монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, а также ведет набор в группу на обучение по этой профессии. Телефон 53 80 36. Укрепят иммунитет и порадуют разнообразием вкусов. Лучшие пчеловоды страны привезли в Омск на ярмарку меда новые отборные сорта. Десятки видов полезного продукта с Алтая, Башкирии и Дальнего Востока можно купить на традиционной выставке продажи. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Подробности далее. В Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства привезли пчеловоды со всей страны. Среди такого разнообразия каждый сможет найти продукт для себя. Кроме классических сортов, липовый, цветочный и разнотравья, на ярмарке широкий ассортимент целебного меда с добавлением пчелопродуктов. Сейчас в период вирусных заболеваний и простудных порекомендовала бы уникальный наш пчелопродукт, это пергаз с узковой молей и прополисом. Он повышает иммунитет, придает бодрости и сил. Тут полный комплекс витамин, витамины, поливитамины, аминокислоты, которые полностью усваиваются организмом. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда, килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу, а мечи могут сразу на трех площадках. Выставка продажа меда проводится с 3 по 5 марта в экспоцентре остановка «Континент», в торговом доме «Корона» на улице Богдана Хмельницкого остановка ДК имени Баранова, а также в ДК имени Малунцева по адресу проспект Мира, 58. Готовь шубу весной. Сезоны распродажи помогут не только сделать долгожданную, но и выгодную покупку. О разнообразии выбора в нашем сюжете. Большой выбор шубы, пальто и широкий размерный ряд представлен на казачьем рынке. Особое внимание на российскую норку. Этот мех лучше всего защитит от морозов и так любим женщинами. Мне шуба очень понравилась. Я давно хотела красивую шубу иметь, но мне очень понравился фасон шубы. Мне сделали скидку 30%. Меня это очень устраивает. Приобрести шубу из норки, мутона, каракуля можно на Тверской меховой на казачьем рынке. По 8 марта включительно. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Сегодня 4 марта в городе облачно, днем до минус двух. В районах также облачно, небольшой снег. В дневные часы ноль плюс два. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Пенсионерам скидки. Площадь у хит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Далее смотрите программу «Большая тройка», а следующий выпуск новостей в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова